В бане был, парился, в клубах пара, жарился, веником махал, потом истекал. Ох и баня, жар, вода, мои лучшие друзья, только что пришел с бани, вот такой расслабленный, и решил посмотреть, что творится на канале. Что я хочу сказать, вот пошли ваши отзывы, и вот сформировался круг единомышленников, которые хотят что-то узнать, чем-то поделиться, и я вам рекомендую больше взаимодействовать друг с другом. Что-то вы прошли, имейте какой-то свой опыт. Если нечто похожее что-то спрашивают, а у вас такое было, то вы можете поделиться, рассказать об этом. Не стесняйтесь, я не все знаю, не все умею, смотрю вот, что у меня там делается на канале с аналитикой. Перешагнули рубеж 17 тысяч, просмотры растут на 66% идем вверх, время посмотров минуты на 75% идет вверх. Подписчики плюс 1100 подписчиков, вверх идем на 124%, расчетный доход 73 доллара, 25 центов. Значит, лучшее видео про керосин и семя отмина. Здесь как раз я рассказываю о том, что и керосин и семя отмина, они вот где-то одинаково действуют, потому что по вкусу они очень друг друга напоминают. Конечно, действующие вещества могут быть различные, но тем не менее, вот прослежется такая интересная закономерность. Далее на втором месте идет, это лучшее видео за последние 28 дней. Значит, на первом месте керосин и семя отмина, 8,9 тысяч, это просмотры. Далее идет геморрой, я его вылечил, 7200 просмотры. Значит, насчет геморроя я хочу сказать, вот там имеется огромное количество различных рекомендаций о том, как убрать там геморрой и есть такие вот, одно упражнение и геморрой исчезнет навсегда. Значит, если у вас появилось какое-то заболевание, ну особенно, допустим, геморрой, то оно зависит, и не убирается раз и навсегда, оно зависит от вашего образа жизни. Допустим, ведете такой образ жизни, который не провоцирует обострение геморроя, и он в самом последнем потихонечку уходит. Ну вот примерно так вот было у меня. Очень хорошо влияет, как я уже указал, это очищение печени, нормализация венозного кровообращения. Печень, вернее, венозный округ, проходя через печень, если в печени имеются какие-то закупорки, вот просто-напросто плохо почему-то проходит. Знаете, вот печень напоминает своего рода фильтр, и вот этот фильтр потихонечку у нас может забиваться, и отток крови затрудняется. Вы можете посмотреть в научной литературе, это называется портальная гипертония, и в результате у нас создаётся давление в венозной системе. Это как раз давление в прямокишечных венах, это в венах нижних конечностей. И если вы не устраните или не нормализуете работу печени, как фильтра крови, венозной крови, у вас это всё и будет оставаться. И можно вставлять свечи, и я свечи эти вставлял, и различные, знаете, думал, ну вот, как бы сказать, различный состав, вот лучше будет действовать. Нет, не будет лучше действовать. Основная задача свечей заключается в том, чтобы смягчить вот ту, как бы сказать, сухость и загустение крови, которые образовались в прямой кишке, дабы эта шишка как-то там рассосалась. Но, это не влияет на причину, которая находится совершенно в ином месте. Это находится у нас в печени. Но я должен сказать, это одна из причин, наиболее частых, особенно при геморрое хроническом. Вот вы его лечите, 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 эти свечи, эти прорывания, что-то вы не делаете, а он у вас то больше, то меньше, то больше, меньше, но и есть. Это как раз говорит о том, что именно проблема в печени. Есть другие факторы, которые влияют на геморрой. Ну, допустим, натуживание. У женщин натуживание возникает во время родового процесса. И говорят, вот после родов возник геморрой во время натуживания. Потом он может потихонечку, потихонечку, как бы сам и ушел. Это совершенно, совершенно другая причина. Важно понимать. Есть нечто подобное. Человек там поднял что-то там такое тяжелое. Опять-таки, было натуживание у него, которое вот после этого только раз, и вылез геморрой. Натуживания нет. Вот эти действительно свечи повоставляли. Глядишь, и ушло. В некоторых случаях, вот делают операцию, вот эти узлы только бах-бах-бах-бах-бах поумирали, и вроде как нормально стало. То есть причина, если перестанет действовать, она была кратковременна, которая вызвала образование этих геморрой дальних узлов, и следовало всего лишь навсего подождать там какое-то время, для того, чтобы они потихонечку сами исчезли. Но если они не исчезают, и делается операция, вот в некоторых случаях, будем говорить, помогло. А в других случаях, ну и что, что сделали операцию? Новые шишки возникли, геморрой дальны. Хоть опять там все, там вырезать. Вот это другая причина. Третье, вот смотрите, это чисто профессиональное. Вот я перед вами сижу. Вот я никак не могу сесть так, чтобы показать вам, так сказать, свою талью. Вот как-то я сажусь, и получается, что эта часть ближе к вам, и она кажется больше, а эта часть дальше, и она кажется меньше. И за счет этого у меня получается, что живот явно какой-то такой большой. Хотя на самом деле, это несколько не так смотрится. Особенно, когда я стою. Стройненький такой, пожилой мужчинка. Ну ладно, не об этом дело. Вот я сижу. Есть работы, связанные с сиденьем. Человек сел, что у нас происходит с венами, с ногами вен? У нас происходит пережатие из-за того, что человек сидит. Хуже отходит венозный округ, хуже отходит по лимфатической системе, лимфа. В результате чего у водителей возникают отеки ног, ступни ног. Со временем это приводит к тому, что начинается и варикозное расширение вен, и начинается геморрой. Здесь, значит, надо профилактически почаще вставать, делать какую-то гимнастику. Либо человек стоит долго, и сидение плохо, и стояние плохо, а вот именно какое-то движение. Поэтому, когда я читаю такие отзывы, либо с помощью упражнений, либо еще чего-то, да, это может иметь место, когда убирает причину, ну, в этой причине необходимо разобраться. А получается, что мы пошли в больницу к врачу, ну, вот я ходил, не спрашивалось, сижу я, лежу я, натуживаюсь, какой у меня стул, есть ли у меня запоры, что там я ем, это все, все это сказывается. Съел ли я соленое, выпал ли я какую-то, допустим, там, ну, пиво, или там алкоголь, который сушит, и это тоже вызывает, является причиной геморроя. Либо же перемерз, стул у меня стал такой тугой, я натуживаюсь, в результате шишки там вылазят. Этого ничего не спрашивается. А раз это не спрашивается, у тебя свечи, которые смягчают, и если это связано с тем, что действительно возникло, возник геморрой от того, что прямой кишке возникла сухость и холод, жесткость, которая привела к этому, и свечи это все сняли, значит, наступает облегчение. Если причина совершенно другая, и свечи вы там различные понавставляли себе, и не один год это продолжается, я на себе знаю, атулку никакого нету. Вот, и поэтому так я тут постарался вот в этой вот геморрой, я его вылечил, рассказать об этом, как у меня произошло. И сейчас я немножечко дополняю, что если я сейчас начну что-то там такое сухое есть, чрезмерно как-то там натуживаться, еще что-нибудь такое делать, что повлияет на мое кровообращение, плюс забью свою собственную печень жирной крахмалистой пищей, вот это вот лучше всего ее забивает это жирная крахмалистая пища, то у меня он опять вылезет этот геморрой. Вот не было там уже я уже забыл когда он у меня был, но если я все это буду делать или там допустим что-нибудь там остренькое есть, пожалуйста, геморрой тут как тут. Поэтому вот не верьте тем значит вот видосикам, которые говорят за один раз и все. Вот здесь надо иметь ширину взгляда на любую проблему и человек знаете он бывает действительно он сделал какое-то упражнение допустим мула банха там повтягивал анус либо он значит там попарился там в порно либо он еще что-то сделал либо еще что-то сделал и у него прошло и он воодушевленный думает что это поможет всем а я вам только перечислил огромное количество причин геморрой и если оно не является причиной значит вам не поможет поэтому я стараюсь вот так кругозор расширить и показать это все вам что есть основное что есть второстепенное чтобы вы понимали далее идет метод бутейка волевой ликвидации глубокого дыхания он значит за последние 28 дней набрал 4,4 тысячи просмотров он постоянно набирает знаете есть такие виды и вот раньше говорилось просто затаивается дыхание затаивается дыхание чтобы оно не было слышно чтобы человек не раздышался в результате возникает накопление углекислоты но опять таки вот понимаете накопление углекислоты ну как вы определите накопление углекислоты как вы определите что что дыхание ваше стало эффективным. И я как раз даю самый главный критерий, это то, что когда у нас возникает накопление углекислоты, то есть мы начинаем ее накапливать, это ощущается в том, что у нас возникает теплота щек, появляется маленькая испарина на лбу, и происходит расслабление. То есть это признаки правильного дыхания. Нет же тут, я вот читаю, знаете, вот надо там расслабить диафрагму. Где там вы ее расслабите? Вы ее чувствуете, диафрагму, или не чувствуете? Вот посмотрите, как я своим животом могу. Это я работаю передней стенкой, я ее ощущаю. Диафрагму это я подтянул, выпучил живот. Максимально подтянул, максимально выпучил его живот. То есть работа диафрагмом. Но именно вот, как ее там расслабить, я даже не представляю, хотя я прекрасно разбираюсь, что такое напряжение, что такое расслабление, потому что я занимаюсь постоянно. А вот тут что-то вот у меня не получается. И как она скажется на накоплении углекислоты? Вот понимаете, вот какие-то вот даются вещи, неприменимые к нашей жизни. Я же стараюсь, чтобы вы понимали, что есть основное, что есть второстепенно, на что следует обратить главное внимание. И вот в данном случае, что касается метода бутейка, это даже хоть лежите вы, хоть сидите, хоть идете, но если у вас начинает лицо немножечко так, теплота появляться, чувствуете щеки, а еще лучше небольшая испаринка на лбу, вот вы чувствуете, все как-то тело от этого дыхания начинает проливаться. Но вначале это возникает на лице. Значит, вы делаете правильно. Вот что я бы хотел сказать по этому. Сколько бы я ни читал, там говорят, вот это неправильно, то неправильно, все неправильно, и т.д. И знаете, вот такая вещь, как основная причина 200 болезней установлена бутейка, это глубокое дыхание. А я так робко задал такой вопросик. Скажите, пожалуйста, а что является причиной глубокого дыхания? Вот я раз перед вами сижу, разговариваю, не раздышиваюсь, и вдруг с чего-то у меня появилось это глубокое дыхание, я начал дышать, у меня вымылась углекислота, и дальше запускается цепочка, что кислород не усваивается кровью из-за того, что нет нужной концентрации в крови углекислоты. То есть вот эти вот механизмы перестают работать. Что является причиной глубокого дыхания? Вот ответьте на это, я пока воздержусь, у меня свое собственное мнение. Так, простатит, как я от него избавился? Опять, значит, за 28 дней он давно выставлен, 3,3 тысячи и 700 просмотров набирает. То есть это проблемы волнуют людей, волнуют в основном мужчин, от чего это происходит, как это происходит. Как правило, что там простатит, возникают болевые ощущения, наконец-таки начинает идти гной, это говорит о том, что там у нас развилась гноеродная инфекция. То есть должна быть опять-таки какая-то причина, которая находится именно в предстательной железе, именно в мочевом канале, именно там в мочевом пузыре, которая вот начинает именно действовать на предстательную железу. Разберемся мы с этой причиной, все нормально будет. Не разберемся, нет. Благодаря тому, что мне подсказали наш знаменитый хоккеист Фетисов, Вячеслав Фетисов, вроде так его зовут, на передаче говорит, вот такая вот вещь, тыквенное масло, первого отжима, холодного отжима, прекрасно действует на это, по столовой ложке утром натощак. И оказывается, вот здесь, знаете, как бы, важно механизм действия, для себя хотя бы уяснить, как это работает. Что вот есть инфекция, которая может не реагировать там, особо там на какие-то там вещества, на ту же полы, на, допустим, на гвоздик, она может не реагировать, там, даже особо на керосин может не реагировать. А вот что касается тыквенного масла, которое содержит какие-то там вещества, влияющие на микробы, вернее, на те микробы, которые как раз находятся в предстательной железе, и на них прекрасно. Через три дня после того, как я маслица попил, у меня исчезли болевые ощущения, а примерно недельки через полторы я и забыл, что у меня там что-то есть. Видите, как это работает, интересно, если знать. А если не знать, вот будете пробовать, а ничего у вас не получится. Далее идет про керосин разъяснение, набрали 3,4 тысячи просмотров. То есть 3400 просмотров. И причем где-то регулярно, из одних 28 дней в другие вот такие вот цифры проходят. Всякие, говорю, бывают разъяснения. Вот я все держу перед собой Тодика Молдавский. Это тот, что сын Тодика делает в Молдавии и говорит, что это тут какое-то особое вещество. Вроде как орехи есть, есть запах керосина, но это нечто другое. Вот я хочу как раз его все раскупорить. Никак не это. Руки не дойдут у меня. И вот тут я разъясняю простые вещи, что задолго до Тодика существовало лечение керосином. Задолго до него же существовало лечение и грецким орехом. И керосин сам по себе действовал великолепно. Великолепнейшим образом. И есть люди, которые, идя параллельным путем, примерно как Тодик, но только керосином. Они заметили, что он там помогает. И не сами избавились там. От онкологии, от заражения крови и от многих других вещей. Я так и собираю для себя какую-то статистику, какие-то там примеры. Так я отлажу из интернета. И рассказываю, разъясняю, как его лучше. Вы знаете, я хочу что сказать? О безопасности применения керосина. Вот я где-то дня два назад, два-три назад, я выпил три чайные ложки соды сверху. И у меня все, естественно, погашено было. Дабы ударной дозой посмотреть, что там во мне может быть такое. И должен сказать, что меня так перетряхнуло, что вот я от этой соды воздерживаюсь до сих пор. Хотя до этого все нормально, как было, я мешался с медом и ел. Все так нормально. А это вот перетряхнуло весь организм. То есть, такое количество соды вызвало изменение, скорее всего, нормальной PH организма, крови, жидкости, что это какой-то, знаете, такой переворот. Я думаю, если бы еще немножечко побольше, и там были бы более серьезные явления. То есть, я долго, вот только вот сейчас я пришел в себя. А до этого у меня была сила, энергия, все там было. А это буквально таки вот это вот все перевернуло. И теперь керосин. А вот керосина можно там выпить столовую ложку. Люди есть по зоопарке там пол стакана керосина выпьют. И ничего. Понимаете? Вот таких каких-то серьезных изменений, так чтобы вы там почувствовали, что лучше полежать, нежели идти. Не было. Вот. И вот я вам так рассказываю, что я зашел на канал и смотрю. Теперь, теперь я щелкаю на комментарии. Кстати, действия в режиме реального времени меня сейчас, как бы сказать, смотрят или просматривают. 8748 просмотров, то есть человек. Идут просмотры. Моих 1800 в виде. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok